Я участвую в четырех коллективах. Народный академический хор, вокальная группа, ориентир при ООСах у нас. А еще несколько дней в неделю в расписании Надежды Рязанцевой обязательные танцы. Классические и спортивные. Ей уже 67, а она прекрасно кружит в вальсе, танцует румбо. Сожалеет лишь о том, что в их клубе «Темка Муза» катастрофически не хватает представителей сильного пола. Но любовь к искусству с лихвой компенсирует этот недостаток. Даже танго мы танцуем с женщинами. У нас уже, конечно, спортивный танец есть. Он, конечно, получше, чем остальные все, но все равно нам хочется, мы танцуем с удовольствием. Но мужчины приглашают тоже. Мы уже так говорим. Но уже не только со мной. Давайте уже всех женщин много. Все хотят потанцевать с мужчинами. Со своими подругами Надежда Даниловна выступает на всех городских и областных праздниках. С концертами объездили все при Амуре. А совсем недавно стали общаться со своими сверстниками из Поднебесной. В ее копилке десятки грамот и благодарственных писем. У нас женщины ходят под 80 уже многим лет. И они танцуют. И посмотришь на них, ну вот они просто живут. Конечно, есть и такие, которые пришли, телевизор сели. Это зависит от человека, как он настроен. А еще Надежда Рязанцева не представляет свою жизнь без автомобиля. Стоять на остановках и ждать рейсового автобуса у нее нет времени. Каждый день репетиции, встречи и, конечно, садовый участок. Марчик, Марчик. Сажусь и говорю, Марчик, дорогой. У нас сегодня все будет хорошо с тобой. Марчик, Марка, Марчик. Поэтому Марчик. Собственное авто помогает Рязанцевой управляться с бешеным ритмом жизни. Вот и сейчас, сразу после интервью, она спешит по своим делам. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста, в мой садик. Небольшой, скромный. О своем возрасте любовь наконечная говорит женщине столько, насколько она себя чувствует. Судя по тому образу жизни, который ведет Лариса Ивановна, она только недавно разменяла четвертый десяток. Огорода у нее нет. Зато прямо под окнами разбила небольшой цветущий сад. Сама ухаживает за цветами, поливает, красит ограду. В общем, наводит лоск. Бархотки я люблю очень. Цветы детства нашего. В детстве у нас дома. Я сама из Пензенской области, издалека. Вот мы под окном всегда сажали. Цветы у нас, сирень была. Садоводство – лишь малая часть увлечений Любови Ивановны. Уже несколько лет она регулярно посещает клуб «Танцы для здоровья». Сейчас вместе с единомышленницами готовится к международному танцевальному конкурсу для людей золотого возраста. Вот мы 29-го едем на второй международный танцевальный конкурс «Харбин». В 16-м году мы были, стали призерами, лауреатами. Второе место заняли. У нас медали, если могу показать. Кроме танца в свое свободное время Любовь Ивановна посвящает пению. Буквально месяц назад она вернулась из Соединенных Штатов Америки. Там вместе со своей сестрой выступала в знаменитом Корнеги-холл. Российские певицы дали мастер-класс молодым исполнителям и покорили мировую сцену, на которой выступали Чайковский и Рахманинов. Один сидел, плакал, мужчина. Там русские тоже были. Один сидел, молился. Мы вторую песню пели «Памяти павших» Александра Нестерова. Надежда Абкамертон стучала, как будто минута молчания. И вот мы спели сложнейшее произведение. В ее репертуаре не только сложнейшее произведение отечественных композиторов. Несколько лет назад «Любовь наконечная» выучила китайский язык, пополнив свой репертуар классикой из Поднебесной. Ее жизнь – это наглядный пример того, что учиться никогда не поздно. А жизнь после 50-ти только начинается. Юрий Камышный, Иван Сюмак, Амурское областное телевидение.